В эфире новости губернии. Здравствуйте! В студии Татьяна Потоцкая и Руслана Шуков. И сначала коротко о главных темах выпуска. Снова проверяют на прочность. Чего ждать от очередных гидравлических испытаний? Кто ответит за печальные последствия прошлых? Разбирались наши корреспонденты. 365 дней как один. Что изменилось за год? Как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин? Итоги подводят эксперты и сам глава региона. Свыше 7 тысяч зрителей и полторы тысячи участников. Парад победы в Самаре стал не масштабнее, но доступнее. Чем удивили в этот раз и что готовят на следующий год? Расскажем в выпуске. Итоги за год в цифрах и фактах подводят в эти дни эксперты и жители региона. 12 мая 2012-го Самарская область получила нового губернатора. Главные принципы своей работы – прямой контакт, открытость и обстоятельность Николай Меркушкин обозначил еще на церемонии в честь вступления в должность, а затем подсвердил на деле. Многочасовые встречи с жителями уже стали традицией о жесткой борьбе с коррупцией, заговорили на всех уровнях. Новые подходы наметились практически во всех сферах. Подробно и обо всем в нашем обзоре. Изменения в провинциальном регионе происходят с быстротой столичного экспресса. Локомотивом запущенных процессов выступает губернатор. Николай Меркушкин знакомится с областью. Выезды в города и районы следуют один за другим. И везде обстоятельный подход и внимание к людям. Это главное. Потому что локальные решения, успехи или результаты, они могут так остаться локальными. Но если маховик закрутится в нужном направлении, то из локальных будут вырастать крупные результаты. О реальном положении дел Николай Меркушкин говорит в своем послании депутатам и населению. Особо надо сказать о проблеме коррупции. Это зло несовместимо с успешным экономическим, социальным и духовным развитием. Там, где есть коррупция, нет управляемости. Понятно почему. И по большому счету нет власти. Правоохранителям посыл Ясин. Заводятся резонансные коррупционные дела. Арестованы несколько чиновников мэрии Самары. У нас такого количества уголовных дел, связанных с ответственностью чиновников за казнократство, такая фактура не была. Одним из главных приоритетов в работе становится космос. Интересы ЦСКБ «Прогресс» и «Авиакора» Николай Меркушкин отстаивает в Москве. Создается аэрокосмический кластер, его предприятиям нужны кадры, готовить их будут в создаваемом федеральном университете. Это очень важно, когда власть не просто уделяет внимание, но и на уровне руководителя региона пытается мобилизовать всех на решение единой задачи. Это создание новой конкурентоспособной техники, отсюда рабочие места. В регионе объявляют о поддержке IT-компании. Ради этого решают не переезжать в новое здание Наурицкого. Его строили специально для правительства. Там теперь создадут IT-центр. Онлайн транслируется встреча губернатора с жителями городов. Тольятти, Жигулевск, Чапаевск, Сызрань. Люди удивлены. К ним приехал человек, готовый по пять часов слушать каждого и может помочь. Каждый второй вопрос о ЖКХ. Предусмотрено изменение взаимоотношений населения, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Это впервые такое заложено. Я скажу, это достаточно серьезно и остро то, что сегодня нам требуется. Начинается борьба с раздутыми сметами. Глава региона берет на контроль каждый крупный проект. По итогам года удается сэкономить почти 4 миллиарда рублей. Деньги направляет в том числе на повышение зарплат учителям. О важности этой задачи говорилось на встрече Владимира Путина и Николая Меркушкина. Поддержке человека труда, пристальное внимание. В регионе вручают новую награду по инициативе губернатора, почетный знак трудовой славы. И одно из главных достижений. В Самаре пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Лоббинские возможности очень большие у губернатора. Это, в частности, проявилось в том, что и Самара, и Саранск стали городами, где будет проводить Чемпионат мира 2018 года. Ну, кто-то, возможно, к этому относится. Ну, подумаешь, там, футбол, не футбол. Дело-то не в этом. Дело в том, что Самара вернулась в список таких, в общем-то, ведущих городов. Сильные позиции губернатор находят подтверждение в федеральных рейтингах. Николай Меркушкин среди лучших лоббистов страны. Его решения дают начало переменам. В этом году закладывают новый футбольный стадион. Акции клуба «Крылья Советов» передают в собственность области. Аэропорт Курумыч готовится стать крупным хабом. Регион получает беспрецедентные 17 миллиардов рублей на ремонт дорог. По инициативе губернатора приступают к реализации забытого ранее грандиозного проекта по строительству магистрали «Центральная». В области закладывают первые фоки и крупные животноводческие фермы. Настроение людей меняется. На самом деле они стали больше верить власти, больше реагировать на те сигналы, которые идут от власти. Больше появляется желание исправить то состояние, какое сложилось в том или ином городе. За один год поставлены невероятно масштабные задачи. Пройдет время, прежде чем Самара снова станет регионом, в котором удобно жить и есть где работать. Татьяна Дрожевкина, Сергей Овчинников. Новости губернии. Парад победы на площади Куйбышева в этом году посмотрели более 7 тысяч человек. Для этого добавили еще 4 трибуны. А в следующем году увидеть все своими глазами смогут уже 25 тысяч человек. Внесли коррективы в привычную программу. Все началось с торжественного шествия от площади славы. Ольга Павловская наблюдала. Цена победы или как она далась? В руках 7-летней Екатерины портрет ее прадеда. Разведчик Павел Лучинкин, участник Сталинградской битвы, освобождал Варшаву и Вену. 12 медалей, в том числе и звезда-герой за спасение своего товарища. Сослуживца он вытащил буквально из-под танка. О подвигах родственника Екатерина знает со слов родителей. Участник Великой Отечественной войны погиб в 79-м. Перед парадом девочка сильно волнуется и говорит, что для нее честь в этот день нести портрет прадеда. Он был добрый, умный, хороший. Всегда вот нас поддерживал. Борис Романович Перцев вспоминает о прошлом со слезами на глазах. Для него Великое Отечественное началось спустя три дня, как он закончил школу. Получил диплом и отправился на поле боя. Точнее, служил в авиации летчиком. Рассказывает, что на фронт ушли все мальчишки из его класса. Остался в живых он один. Сформулировать, что значит для него 9 мая, невозможно. Это больше, чем праздник. Это день главной победы. Школьники, победители конкурса на лучшие сочинения героя сражений, первые лица области и города идут пешком от площади Славы до площади Куйбышева. Колонну возглавляют ветераны на легковых автомашинах времен войны. Девять часов утра уже на площади Куйбышева. Все готово к параду. Губернатор Николай Меркушкин общается с ветеранами. Подходит и говорит спасибо каждому. Спасибо с праздником. Кировский район, да, с праздником. Спасибо вам. Спасибо вам. С праздником. Спасибо вам. Спасибо. Слава Богу, что у нас есть. Спасибо. Хороший губернатор. Спасибо. И вот уже ровно 10 часов. Начало парада. С трибун. За действованием наблюдает тысячи человек. На площадь выходит техника. Это в том числе разведывательно-дозорные машины, реактивная система залпового огня «Ураган», «Гаубица» и «БТР». Участие в параде принимает практически полторы тысячи человек. Это не только войска армии, но и представители МВД, МЧС, ВСИН, Кадетский корпус. Ветераны плачут, но это слезы радости. Радости тому, что их ценят. Глава региона организации остался доволен, хотя есть недостатки, которые уже в следующем году устранят. Зрителей на площади Куйбышева станет больше. Возможность увидеть парад получит 20-25 тысяч человек. Это будет в том числе и молодежь, чтобы память о подвиге советского народа передавалась поколениям. Много людей было, реагировали люди очень тепло на все это. Поэтому, на мой взгляд, достойный парад, достойная великой победы. На алтарь отечества положили практически все. Молодые годы и здоровье в свое время. Они заслуживают такого отношения. И это, в общем, подобная, может быть, атмосфера, она очищает все общество. В мнении жителей о параде Николай Меркушкин спрашивает сразу после его завершения. С Молдогвардейска, где демонстрировали военную технику, на площадь Куйбышева пришли тысячи человек. Значит, вам тоже там понравилось, да? Да. Нормально. Раньше они не проходили там? Никогда. Все сюда. В следующий раз мы сделаем, чтобы еще больше было людей, больше возможностей людей посмотреть. Конечно. Все желания. Трибуны расставим и сюда, и туда расставим на площадь дополнительные. Как хорошо, что у нас. Вы знаете, сколько у разных людей там стояло? Вы знаете, как хлопали? И хлопали, и кричали, и ура, и все, молодцы. Я тоже увидела, говорю, надо же вспомнить, все-таки молодцы. Сразу после торжественный прием для ветеранов на встречи действующие военные. За успехи в службе получают награды от губернатора. Николай Меркушкин отмечает, что нынешнему поколению есть над чем работать. И есть с кого брать пример. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. С парада на пир. На набережной под звуки военного оркестра поздравляли ветеранов и приготовили угощение для всех. Жители и гости Самары смогли ощутить вкус победы буквально. Василий Иванов присоединился. Равнодушных нет. Музыка военных лет собирает людей вокруг оркестра почти сразу. Для Алексея слово ветеран понятие не абстрактное. За плечами служба на Северном Кавказе. Рассказывает, через войну прошло старшее поколение в семье. В душе мурашки по коже, на сердце радость. Мой прадед во время Великой Отечественной войны защищал мост между городом Саратов и Энгельсом железнодорожным. Однако, одной музыкой и песнями сыт не будешь, рассудили организаторы гуляния. Ощутить вкус победы можно было буквально. Всех желающих угощали солдатской кашей. Главное, чтобы ветераны весь свой, так сказать, и боевой опыт, и свое жизненное представление, и даже свои героические страницы в обязательном порядке необходимо передавать молодежи. Если этого не будет, преемственность поколения, то тогда и даже вот этот замечательный праздник может, как говорится, канут летом. Василий Иванов, Александр Дудко. Новости губернии. Но мы продолжаем выпуск. В Самаре стартовали очередные гидравлические испытания. Пока без происшествий. Водоводы и теплотрассы города несколько раз в сезон подвергают опрессовке. И почти всякий раз рвется там, где тонко. Нина Ванина узнала, с чего начинаются испытания, кто за них в ответе и кто страдает от нежелательных последствий. Звонок от инженера. Все готово для проведения испытаний. Короткий инструктаж мастеру. Наша съемочная группа не просто слушает, участвует в процессе. Команда получена. Задвижку можно поворачивать. На профессиональном языке это называется загрузкой насоса. Давление повышается постепенно. Именно так начинаются гидравлические испытания. В цехе по приборам контролируют давление. А как ведет себя вода в трубах, видно на экранах. Давление выдержал трубопровод. Снизили до статического давления 3 килограмма. Все без происшествий. Без новых происшествий. Последствия старых дают о себе знать. Не после гидравлических испытаний, а как предполагают энергетики, из-за изношенных коммуникаций утонула в кипятке вазовская легковушка. То есть там песок, он даже в дверях. Салон вообще весь в песке. То есть даже сзади. Так как она вот сутки у меня там простояла вниз капотом. Коммунальное ЧП произошло почти две недели назад. Но хозяйка автомобиля еще долго будет искать виноватых. Сейчас вот решаю вопрос с страховой фирмой тепловых сетей. Они со мной связывались сами. Что очень удивительно. Будет решаться вопрос о сумме возмещения той, которую они могут мне предложить по страховке. Выслушаем то, что они могут нам предложить. Если сумма не устраивает, то естественно будем обращаться в суд. Хлопоты коммунальщикам и самарцам доставляют не только изношенные трубы, но и владельцы не всегда законных построек. Под ними теплосети и водоводы. Так пострадавшие стали виноватыми в другой коммунальной аварии. 2 мая рвануло на проспекте Красных коммунаров. Утонула еще одна машина. Не провалились, но на грани. Автоцентр в Постниковом овраге. Он тоже стоит на водоводе. И это осложняет ремонт. Котлован не могут зарыть уже вторую неделю. Учитывая, что ремонт проводят не капитальный, можно ждать новых порывов. Угадать, где и когда, не всегда получается. К сожалению, процесс этот труднопрогнозируемый. В силу того, что общий износ коммуникаций, как правило, он колеблется от 60 до 80% по городу. Сами понимаете, это очень много. Испытания теплосетей на Безымянке завершены. На очереди дома в границах проспекта Карла Маркса, улиц Гастелло, Советской армии, промышленности, Авроры, Мариса Тереза, Московского шоссе, Революционный и Мичурина. Весьма проблемный. Только с начала этого года на ремонтные работы ее перекрывали почти на полтора месяца. Нина Ванина, Александр Ерофеев. Новости губернии. В регионе стартовал новый футбольный сезонный чемпионат среди мужских команд. По традиции, с розыгрыша Суперкубка Самарской области за главный трофей сразились команда «Нефтяник» из Новокузбышевска и «Нефтяник» из Отрадного. Борьба между тезками была напряженной, наблюдала наша съемочная группа. Здесь все как в большом футболе. Своя тактика и опасные моменты. Ликующие болельщики. И настоящий спортивный азарт. На одном поле встретились две сильнейшие команды прошлого сезона. «Нефтяник» из Новокузбышевска и «Нефтяник» из Отрадного. С первых минут было понятно, что гости не собираются уступать прошлогоднему обладателю Суперкубка. Пару голевых передач и первый мяч в воротах новокузбышевцев. Игра за Суперкубок – это своего рода открытие нового футбольного сезона в Самарской области. При поддержке спортивного министерства региона состоится более 50 матчей среди команд районов. Суперкубок является стартом сезона футбольного 2013-2014 годов. В этом чемпионате будет участвовать огромное количество команд из разных муниципальных образований городских округов в Самарской области. Я думаю, что в преддверии проведения чемпионата мира 2018 года Самара, как вы знаете, будет принимать матчи игр чемпионата. Для нас это очень важно. Итог встречи 3-1 в пользу «Нефтяника» из Отрадного. Как говорит капитан команды, победа досталась очень тяжело. Можно сказать, кровью и потом. Очень игра была тяжелая. До последней минуты бились. И «Нефтяник» на Латурской, и Отрадный. Я думаю, зрителям всем очень понравилось. В завершении матча организаторы провели розыгрыш ценных подарков среди болельщиков, где супер-приз – мопед. Руслан Ишуков, Михаил Смирнов. Новости губернии. На Красную Горку свадебного бума в регионе не случилось. В Самаре решились на заключение брака только 40 пар. Работники ЗАГСов это связывают с суевериями, которые твердят, жениться в мае – значит, всю жизнь мается. Однако для тех, кто в такие приметы не верит, церемонию провели по старинным обрядам. В Самарском Теренке на Красную Горку все как встарь. Молодых встречают народными песнями и водят хороводы. Дарья и Игорь Аксимовы дату выбрали по старому поверью. Считается, что свадьба, сыгранная на Красную Горку – залог долгой счастливой жизни. Долго готовились. Полгода, наверное. После Пасхи именно Красную Горку надо играть, свадьбы. Это считается днем любви. В конце церемонии пару спускает с символической Красной Горки пасхальные яйца. Считается, что у кого укатилась дальше, тот и будет главой семьи. Свадьба в ЗАГСе по старорусским традициям оказалась для многих пар сюрпризом. Честно, мы не ожидали. Все так интересно было, очень красиво. Классно. Необычно, ярко. Искали сами, обращались к источникам, к интернету, к национальным культурным центрам. Искали, какие игры были, что делали. И вот так постепенно и создавался сценарий этого праздника. Он уже традиционный и проводится не только во дворце, а на территории всей Самарской области. Известное суеверие о майских свадьбах отразилось на статистике. Вопреки привычному свадебному буму, который переживает регион накануне Красной Горки, в этом году решили создать семью 40 пар. Вместе с тем количество браков в регионе с каждым годом растет. За последние пять лет число зарегистрированных пар в Самарской области увеличилось на 10%. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости губернии. На улицах Самары в минувшие выходные были замечены суматранские тигры. Гуляли по городу они в сопровождении дрессировщиков и в клетке. Полосатый рейс Кавалькады не остался без внимания нашей съемочной группы. Редкие суматранские тигры готовятся к городской прогулке. Первым делом султана Ираджу выпускают в просторную клетку. И с помощью крана устанавливают на грузовик. Это необычно для них, потому что их клетки имеют стены и они защищены. Но они привыкли ездить, поэтому особо большого никакого стресса быть не может. Маэстро Павленко дрессирует тигров уже 40 лет. Это единственный в мире аттракцион, где Николай Карпович Павленко выходит на манеж один без ассистентов совершенно в клетку к 14 тиграм. В дороге дрессировщик не оставляет своих питомцев. Едет следом. На первой остановке тигров сразу обступают. Султан и Ираджа привыкли к восхищенным вздохам и вспышкам фотоаппаратов. Их записали в звезды с первых дней жизни. Нравится тебе тигра? Давай. Пойдем мы в цирк на тигров? Да, конечно, пойдем. Суматранских тигров на арене Самарского цирка можно увидеть до 26 мая. Сергей Овчинников, Татьяна Пудова, Александр Дудко. Новости Губернии. И на этом у нас все новости. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Это LightBuds. Совершенный утеплитель для вашего дома. А это LightBuds Scandi. Самый удобный, совершенный утеплитель для вашего дома. В регионе сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов. В связи с чем в большинстве районов ожидается высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха ночью 13-18 выше нуля. Днем плюс 26-31. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. На севере и западе региона днем плюс 23-29. На востоке и юге около 30 тепла. В областной столице ночью плюс 12. Слабый северо-западный ветер. Днем в Самаре и Тольятти плюс 28 и без существенных осадков. Друзья, расскажу, как мы готовим аппетитный кредит. Комиссии и переплаты? Это лишнее. Нужен только паспорт. Главный ингредиент. 0% по кредиту целых 4 месяца. Всего 15 минут. Готово. Кредит 0% – прекрасное решение для любого события. Восточный экспресс-банк. Восточный экспресс-банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова